Итак, это лайк вот так, поэтому давайте я буду очень кратко все рассказывать. Вначале я собирался на этот эликсирпад, подготовить доклад про то, как пользоваться эликсиром для ввод-приложения, как и без феникса. Проблема будет, изложена дальше, но как бы у меня не получилось. А здесь я в общем-то буду рассказывать, почему. Почему не получилось. Итак, в целом, экосистема. Что такое экосистема и зачем нужны альтернативы? Альтернативы нужны потому, что для разных задач нужны разные инструменты, а соответственно это означает, что не должно быть монополией одного инструмента. Должно быть несколько фрейберков, несколько рем-инструментов, несколько всего. Потому что тогда язык выполняет все больше и больше задач. Итак, что у нас есть в классическом веб-приложении на эликсире? Вот в супер-классическом. Давайте смотреть. Мы пишем приложение, мы делаем вот эту большую внешнюю матрешку. Мы пишем вот код, который взаимодействует с какой-то бизнес-логикой. Внутри себя этот код используют что-то там, что написали создатели Феникса, который в свою очередь выполняет код, который сделали бравые ребята из эликсира, которые написали плаг, который в свою очередь использует копбой. Потому что ребята, посмотрели, есть нормальный веб-сервер, ну давай использовать. Ну и Nginx, потому что на самом деле это может быть и не Nginx, но я просто не нашел такой красивой картинки на 4 матрешки. И в чем штука? Все зависит от точки зрения. Стакан он всегда полон, вот в случае, если мы говорим о ситуации на планете, Земля, на поверхности ее. Что как бы, ну да, окей, там воздух. Но он-то всегда полон. Но не в случае этого доклада. В чем проблема? В том, что я такой вот, хммм. Веб-давал он фреймворк на эликсире. Ну, на этом эликсир, все знают, очень полезная штука. Сегодня он, по-моему, даже ухаживал. Такой, хммм, длинный список. Да, есть о чем рассказать. Итак, идем по одному. Excel. Эликсир в браках вы сам шугар сгудис. Ну как бы. Вот эта вот часть уже напоминает о качестве продукта. А вот эта вот часть 6 декабря 2014 года говорит о том, что как бы, ну, не. Ладно, идем дальше. Keto is a framework for interactive dashboards. Interactive dashboards. Web framework. Не, что-то не то. Ладно. REST toolkit for bitlyly highly scalable and full-tolerant APIs. Отлично. Open source API gateway. На самом деле, вот здесь вот очень прикольная концепция. Проблема в том, что он тоже. Шестнадцатый год. Последние изменения. Вот забросили. Вот забросили и все. Может быть, он с тестов за definition of data. Да. Да. Я, кстати, посмотрел. Там как бы вот этот вот коммит был последним. Все. Все. Кино закончилось. Relax. Simple indexer and flippantation of JSON IP server. Отлично. Тоже шестнадцатый год. Уже восстнадцатый. А то шестнадцатый. Ладно. Хорошо. REST. N2O. Synapse. Обычно как бы, а тут семнадцатого, но там есть свои нюансы. Его не стоит использовать. Вот как бы. Да. Окей. Sugar. Mobile Web Framework for Elixir. Я такой, о, ура, наконец-то. Наконец-то хоть что-то подходящее. И вот такое вот типа. Вот, как бы. Вот это была моя реакция. Но. Смотри, например, кода. Хм. Ну. Ну. Ну вот. Что мне это напоминает? Ах, да. Найди десять отличий. Да. Родик. Волосимарк. Ну, то есть, типа, вот, как бы, роутер, вот, один в один. Только вот SugarRouter вместо PhoenixRouter. Я такой, ладно. Может, контролили что-то по-другому? Окей. Как бы. Смотреть сюда. RenderConShowHtmlExArcs. RenderConShowHtmlUserUser. Они одинаковые. Зачем? Зачем? Четыре колеса нового другое было. Да. Я так. Новая конвенция. А, то есть, типа, вот, итак, у нас есть фича на два месяца, перейти на новый веб-фреймворк. Так, хорошо, сделано. Там, спустя полгода. Задача снова на два месяца, перейти на новый веб-фреймворк. Сделано. Ну, как бы, ну, возможно, но зачем? Может, он не гуглит феникс. Может, автор будет гуглит феникс. Мне кажется, нужно очень постараться, чтобы нагуглить что-то про эликсир, но без феникса. Я согласен. Как бы, ладно, хорошо. Идем дальше. Вот, типа, ну, да. Вот. Хорошо, есть? Trot. Эликсир микрофреймворк. Два месяца назад обновлен. Свежа. Вы начинаете догадываться, к чему я вду, наверное, да? Нет. Хорошо. Вот. Example router application. Get что-то там, do. Bad request. And get что-то там, do. Content. And. Я такой, ммм, что мне это напоминает? Ах, да. Plug router. Get что-то там, do. Response. Send response. And. Ребят, ну, серьезно, ну, зачем? Притом, что, вот эта вот штука, она использует платно при себя. Мы георически создаем еще один уровень абстракций для того, чтобы писать в одной строчке меньше. Вот. Ну, как бы, ну, вот, 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 почему? Зачем? Как? Вот. Может, есть варианты у кого-то? Ну, мне кажется, им нужно всем этим проектам, нужно за дальнейшую. Ладно, спорю, где-то есть. Ну, мне кажется, они поэтому и заброшены. То есть, как бы, человек нашел эликсир, он старался, делал фреймворк, а потом оказалось, что он сделал то же самое, что есть. Ладно, хорошо. Есть ли еще варианты? Ну, варианты на эликсир тулбоксе, как бы, на эликсир. А, весом, закончились. Окей, я нашел еще один. Мару. Да, то есть, он даже популярный, и он даже недавно обновлялся. И они такие что-то оригинальное представляют. То есть, они позволяют делать тоже роутинговые неймспейсы, описывать параметры, типизовать их, валить. Окей, такие что-то есть. То есть, мару действительно позволяет гибко и просто писать API. И это радует. То есть, ну, пример, опять же, эндпоинта. Мы создаем там неймспейс статусов, неймспейс, который является параметром. После чего еще одним обязательным параметром в посте является, в данном случае, статус ID. После чего сам эндпоинт get статус ID уже позволяет что-то обрабатывать. Вот я очень долго вспомнил вот эту вот гибку, но на самом деле, да. Поиск альтернативы фениксу в эликсире, он вот очень напоминает вот эту вот гибку. То есть, всегда есть вариант сказать, что нет, плаг это не феникс. Давайте будем честными. Феникс включает в себя плаг, ковбой. То, что мы будем использовать, ну, феникс-экосистема, скажем так. То, что мы будем использовать напрямую ковбой, не означает, что мы используем что-то супер новое. Просто мы используем меньше слоев. То есть, давайте вот не решать проблему таким вот образом. Давайте использовать инструменты именно там, где они нужны. И в данном случае действительно есть по большому счету вот два-три варианта. Либо использовать полноценный феникс, либо напрямую использовать тот же самый плаг, либо что-то типа Mara, что действительно добавляет дополнительный институционал поверх плага. А все остальные варианты, ну, как бы, получится интересно, то есть, но на практике неприменимо. Спасибо. Вопросы? Я могу прямо сейчас такой же, что, так сказать, про Джанго и Китоника-системы, или про Руби. В Руби, на самом деле, по-другому. В Руби, да, рейлс-эка система основная, но в средние лет пять стабильный тренд без рейсов. То есть, там есть всякие Куба, Синатра, Грейп, Ханами, там еще есть несколько альтернатив. Там для них лишь STPI, ну, кинька, 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 по-другому. Опять же, есть оцепление от рейлса, типа рейлдвейзер, когда ходили как рейлс, но на самом деле там переделали половину. Еще одно. Ну, насправді, можливо, це навіть тут екосистема Алексея. Знаешь, что, ну, то есть, основная масса девелоперей, где саме Феникс, и, как я называю, где-то какая-то небольшая часть людей, которые делают какие-то небольшие, небольшие проекты. На якому сетапе Феникс станет важкий и не поворотливый, и тоди, можливо, з'являться якісь дійсники, общие цели. Я не уверен, что Феникс станет действительно неповоротливым, потому что ты всегда можешь выделить, знаете, вот пять строк гигалбарей, удалить из своего проекта, и все. Либо это слишком хороший дисциплильный инструмент, либо комьюнити недостаточно велико. Вот, я не знаю, но факт остается фактом. Итак, еще холива, реоптуждение, варианты. Это же круто, что вот Феникс, потому что я вон GSF, и вот выбор ползает в моем мире, это просто... Если люди пишут целые сервисы, то аналитики по звездочкам, по исчисам, и все там десятки тысяч звезд, кучу исчисов. Инструменты похожи, и монетку подбрасываю. Ну, в Node.js есть уже даже отцепление, там, UPM, UARM, еще там разные менеджеры, потому что соревнования по фреймбаркам было не устаточны. Проблема в том, что выборы вообще нигде нещие. Нарите нода и IO в JS. Ну, IO в ЖАДА, конечно. Там уже шуток, да, то есть, да, IO в менеджер. Ну, мне кажется, что Феникс так медленно развивается, что это хорошо. То есть, это... Обоснуйте. Почему, вот, там, нет фич таких, как в Вересах, там, когда 5.1, 5.2, целыми выпусками, там, добавляют какие-то active что-то там, action что-то там новое. А здесь, значит, в ЖЗС, я спрашивал у него, а он четко сказал, ты знаешь, бывает такой момент в жизни проекта, когда он уже готов. Например, ноды проекта, SSH, например, он уже готов, давным-давно, там, один кейм в год, словно, происходит, все им пользуются. И никто не думает о том, что без SSH можно жить, как там вот это круто. Феникс, плюс-минус, он строит задачу степла. И он просто живет, он обновляется, дотягивается до каких-то версий, там, сабель, комбинции. Это очень хорошо, это стабильность. Я же был доволен. Тут судьба в том, что они просто изначально копиювали певный кеймворк, то основный профессионал был копийованный. Ну, с певными нюансами твоей экосистемы, я бы все. Мы ждем, когда появится веб-пакер. Видимо, Феникс в Тябро в реализации, там, еще есть такие нюансы. На данный момент, да, не справился совсем. Но теперь у нас в продакшене, это 80-80 Феникс. Это очень удобно. Единственное, крутое удобство Феникса, на мой взгляд, это то, что там есть роутер. В плаге, только где-то посты, а Феникс, в принципе, с ресурсами, что-то более интересное сделать, более компактное. Ну, и плюс, какие-то мало лазьки, если больше. Это угол. Флаги просто из коробки. В общем, очень больших продукций. Феникс, он очень компактный, это приятно. А если вы знаете, с твоей стороны, чего не хватает в Фениксе, допустим? Кто-то можно добавить, но... То есть, какие варианты? Нормальную админку, например, не объем. В экосистеме, нет. Да, и ЧГЧР, то есть, в экосистеме админ. Ты прав, надо им пользоваться. Я туда даже как-то индикатор. Короче, Саша, мне кажется, что, на самом деле, приятно видеть, что есть какие-то татуки, что-то написать у ребят, но, в то же время, приятно видеть, что, в принципе, ничет ответ на Феникс. Да, по большому счету, потребности получается, что и нет. Феникс закрывает все, что нужно. Возможно, еще проблема в том, что, действительно, эта система мала и людей довольно мало. Я думаю, что просто и Крис, и Жизе, они все достаточно писали свою жизнь на рельсах, чтобы понимать, что не надо так делать. Ну, не надо так. Давайте как-то поскромнее. И, собственно, все это развивается. И даже вот Михаил Мускала, недавно я видел issue, где какой-то чувак просто у него байкты добавит, что-то там, какой-то а-ля дефолт скоб, как креется. А Михаил Мускала пишет, что я до сих пор с меня закаживаю. Отзывается, и мы давайте не будем. Видно, что вот они сохраняют, пытаются сохранить компактность, скромность. Это меня это лично очень интересно. А с другой стороны, если подумать, действительно, ведь в Фениксе есть все для разработки. Ну, то есть он дает все, что нужно для веб-части. И сложно придумать что-то, чего-то нет. А все, что касается бизнес-лоики, ну, это же Erlang, RTP и отдельные пакеты. Да, отдельные много. Я помню, в книге Саши Юрика было очень прикольно написано. Для меня это было откровение в целом. Он только когда пишет про сервисы на LXF, он так, между прочим, говорит, ну вот веб-сервис. И тут для меня дошло, что веб, как бы часть приложения, в любом, с коим-нибудь словом в бизнесе приложении, это просто какой-то сервис в этой среде становится. Наряду с другими сервисами, которые занимаются приемом сообщений, обработкой сообщений. В таком, как бы, в ракурсе, становится понятно, что, ну, а что там в этом сервисе надо? Ну, вот запущен процесс, вот он порождает, ну, как-то запросной процесс, обрабатывает, и все. Вот это там с краю живет, как бы, в твоем приложении, или там перец на входе. И все, и прекрасно. Им не надо быть демонструозным, как в лес. Все из коробки. Ну, незачем. Все просто есть. Фензерис формируется. Это, по-моему, не очень. Очень. В частности, нам дали отдельную рубрику «Круглый стол», для того, чтобы обсуждать философские темы. Хорошо. Хорошо. Тогда… Хорошо закончим. Давай, что сейчас. Ну, мы, ладно, переберем весь, ладно? Ну, смотри. Не попливо. Окей, тогда спасибо, что вы все здесь сегодня пришли. Это здорово. Мы сейчас раздадим плюшки и будем уже до конечного дела.